Шетельман, политтехнолог из Киева, выходит с нами на прямой связь. Михаил, здравствуйте. И сразу поздравляем вас с 500 тысячами подписчиков. Вы таки смогли преодолеть этот рубеж в назначенный срок. Так что поздравляем вас. Как всегда, на три дня раньше. Я все время все делаю с запасом. И ровно как в прошлом году это было случилось, за три дня до юбилея. И сейчас тоже за три дня до юбилея. Зрители меня поддержали. 500 тысяч подписчиков на канале Шетельман. Спасибо. Что ощутили, кстати? Полмиллиона, серьезная цифра. Ну, я танцевал минут пять. Причем, знаете, я специально вывел на телевизор. Вы же знаете, когда счетчик внутренний, он же крутится, когда каждый подписчик. И я вывел это на телевизор. То есть на огромный экран. Вот эта цифра. И она приближалась. Сначала я сидел такой, ну и крутился. Но когда осталось 50 человек, я начал пританцовывать, петь, ходить по квартире. То есть это прямо было что-то такое. Горячее ожидание. Но когда достигаешь, это я про себя, к сожалению, знаю. Я не умею праздновать ничего. То есть я в предвкушении, да. А когда случилось, ну я все, пошел спать. То есть у меня нет никогда. Вот на горы так забираешься, забираешься. Я забираюсь наверх, все, забрался, спустился. Наверху никаких. Я, кстати, понимаю вас. Когда ты добираешься до очередного рубежа, и такое кажется, ну вот, и потом, ну да, идем дальше. Ну да. Во всем у меня так абсолютно. Это никак не связано с Ютьюбом. Это моя жизнь, к сожалению, такая. Я не умею праздновать побед. Я, ну все, идем дальше. Ну давайте поговорим о войсковой операции ВСУ. Наступление продолжается уже две недели. Как сначала говорили российские пропагандистские каналы, мы быстро с этим со всем разберемся. Теперь уже не столь оптимистично говорят. Ну может быть до Нового года. И то не факт. А что происходит на курском направлении? Какие у вас выводы, которые можно сделать? Да, ну уже наступление с 6-го числа. То есть сегодня 16-й день наступления. Это официально теперь стало. Вот за эту неделю, что мы с вами не виделись, это наступление приобрело такой официальный характер. То есть выложило ВСУ прямо, что вот такого числа мы вот так-то зашли. Все больше уже не секрет, что 6-е августа – это день старта этой операции. Значит, вчера, на момент вчера 93 населенных пункта и 1260 квадратных километров российской земли захвачены ВСУ. И сейчас разворачивается огромная интрига. Так называемый, он называется Глушковский или Глушенковский. Я не помню вот это место точно. Котел. Котел. Там сейчас Глушковский. Да, Глушковский. Там весьма возможен котел для российской армии. Это пока не факт. То есть он пока не закрыт. Но украинская армия уничтожила все мосты через реку Сейм. Украинская армия уже перешла границу еще в одном участке, там же, в Курской области. И таким образом постепенно зажимает. Там осталось буквально 3 километра, чтобы полностью закрыть этот кусок. И разбивает паромные переправы. Не паромные, извините, понтонные переправы. Если получится, то это будет 700 квадратных километров, где в окружение попадут примерно 3 тысячи. Ну от 2 до 3 тысяч россиян. Это было бы, конечно, еще одним огромным успехом. А дальше, судя по всему, наши начнут окапываться. Ну то есть вот, скорее всего, по большому счету, такие операции по расширению этой зоны вряд ли будут немедленно проходить. Может быть дальше новые прорывы в новых местах, да. Но вот так примерно периметр очерчен. Это значит, что уже, кстати, близки к тому, чтобы выйти на такой рубеж, когда Курская окажется в зоне артобстрела, то есть в зоне выстрела артиллерийского. Это тоже будет очень круто. Вот. И россияне уже, в общем-то, все почти признают, что это месяцы у них займет. Если вообще получится как-то выдавить украинскую армию, то это не вопрос дней, это вопрос месяцев. Об этом говорил Аптео Лаудинов, что 2-3 месяца. Там сегодня Медуза пишет, там какие-то внутренние инсайты из Кремля, что это месяцы. Но это, я бы сказал, скорее годы. Потому что украинская армия, когда отступала вот на все усилия российской армии, ее максимальный военный бюджет, ее максимальное напряжение сил в этом году, в максимальный смысле в следующем году его планируют уменьшить, дало россиянам примерно тысячу квадратных километров. А тут уже 1260, а если удастся котел, это 2000 квадратных. То есть это история 2 года выдавливать ВСУ оттуда. Если ВСУ сами оттуда не захотят, конечно, уйти. Мы не знаем целей. Вы знаете, сегодня была прекрасная новость, что Пентагон, ну, вышел пресс-секретарь Пентагона, генерал какой-то и сказал, мы сейчас как раз с украинцами обсуждаем, какие у них цели этой операции. Пентагон не знает. Я, естественно, тоже не знаю. Вообще, мне кажется, что Сырский всех переиграл. Вот такая поговорка применима к этому событию, если с военной точки зрения говорить. Президент Украины Зеленский как раз сказал о том, что мы создаем буферную зону. Не знаю, многие ли, но мы обратили внимание на то, что он отзеркалил фразу Владимира Путина, который собирался создавать буферную зону в Украине. Президент Зеленский сказал, что мы создаем буферную зону как раз в Курской области. Это такая политехнологическая игра в этом высказывании? Или это может быть окончательная цель? Нет, это абсолютная игра, конечно, вообще не в этом цель. В смысле, это действительно, чтобы показать симметрию. Мы ничего плохого не делаем, делаем то же самое, что делал Путин. То есть это тоже правда. Это как бы тоже, формально говоря, правда. Является ли эта полоса одновременно зоной безопасности для Сумской области? Является, потому что последние много месяцев в Сумскую область постоянно заходили ДРГ российские. Много очень людей убивали и обстреливали Сумы постоянно оттуда. То есть это все правда тоже. Но цель, конечно же, не в этом. Конечно, цель постепенно эту полосу, я думаю, расширять. Цель это стянуть туда как можно больше российских войск. Цель нанести политическое поражение. Ведь, заметьте, все уже забыли про переговоры, да? Только что Зеленский, все говорили, помните? Ну, еще 2-3, да, 3 недели назад. Ну вот, Зеленский говорит о переговорах, о том, что в ноябре война закончится. Но это как бы не выглядит как шаг к окончанию войны, да, захват Курской области. Вот, поэтому как минимум как шаг к окончанию войны на российских условиях. Нас же пугали тем, что вот придется с Россией договариваться. Уже не придется. На российских условиях точно уже не придется. Поэтому это политические последствия важнее военных, наверное. А на российское общество, на российский электорат, это оказало такое шокирующее влияние? Или сделали вид, что Курска нет никакого? Ну, окей, есть у нас там 17 миллионов квадратных километров, тысячи квадратных километров контролируется ВСУ, и сделаем вид, что ничего не происходит. Россия-то большая, хотя стремится к расширению. Вот, насколько вот этот эффект сильный, потому что или вот как раз все уже забыли. Я вижу, что это уже не главная новость. Это начинает вытесняться, и уже, ну, рутина, да. Ну, был город Курск, ну, остается город Курск. Может, станет украинским, может, останется русским. Ну, не знаю. Ну, ладно, и бог с ним. Вот такое, такое некое, такое пренебрежительное даже отношение. Потому что к России неприменимо два из слов, которые вы сейчас произнесли в своем вопросе. Неприменимо слово «электорат». Там же нет электората, потому что там нет выборов, нет электората. И неприменимо слово «новости». В России же нет новостей. В России, кроме пропагандистских каналов, никаких других нет. Просто нет ни одного. Поэтому сказать, что у них там главная новость, не главная, что прикажут из Кремля, то и главное. Но, очевидно, приказали, чтобы этого не было. Поэтому этого нет. А что в этот момент в головах у обитателей Российской Федерации, это же в этот момент большой вопрос. Мы кое-что про них узнали, безусловно. Мы узнали несколько вещей. Первое. Мы точно знаем, например, что россияне совершенно не готовы защищать Россию. Вот вообще. Как, смотрите, год назад, когда был путь Пригожина, то выяснили мы тогда, что ни россияне не готовы защищаться от внутренних врагов, но от Пригожина. Они не готовы защищать Путина. Путин не готов защищать свою власть. Он просто сбежал. Все остальные тоже сбежали. Там Собянин и все эти. Шойгу все разбежались. То есть они не готовы защищать свою власть. Они предпочтут спасать свою жизнь. Это мы увидели год назад. Сейчас уже наступает не внутренний враг, а внешний, ВСУ. Как выяснилось, россиянам совершенно неинтересно защищать свою родину. Ни один же курский человек, ни один, не встал ни в какие там силы самообороны. Просто мы ни одного такого не встретили. В Киеве, в Украине это сделали значительная доля украинцев, скажем так, миллионы людей. Взяли просто автоматы Калашникова и пошли против танков. Вот Сумы, например, спасены с Умской самообороны. Там не было армии в этот момент практически на многих участках. И Сумская самооборона, просто бросаясь под танки, остановила русские танки. В Курской области мы как-то этого вообще ни разу не наблюдали. То есть россиянам вообще нет дела до своей земли. Они настолько привыкли, что там Путин решит, что даже сейчас они там только к Путину обращаются спросить. Вон анекдотично было, когда в Вашингтон-Пост приехали корреспонденты. В понедельник был большой репортаж в Вашингтон-Посте из города Суджа. И они там разговаривали с местными жителями. Вы знаете, о чем они просили? Ну это же иностранцы приехали какие-то. Вы, пожалуйста, сфотографируйте все и отправьте Путину, чтобы он нас отсюда забрал. Вот понимаете, да, все. Нет у них ни одного там вопроса с кем-то воевать, защищать. Это мы убедили, что россиян не интересует судьба действительно России. Это первое. Но это такой вот прям важный вывод. Важный. Второе. Мы увидели, что, вот вы говорите, что там поменялось, электорат и так далее. Вот российская власть, ее реакция. Да, власть во всех самых широких проявлениях. Ведь как боялись все, начиная там с Илона Маска, что если затронуть интересы России, он применит ядерное оружие. Быть только не по Крыму, потому что иначе он применит ядерное оружие. Да какой там Крым? Мы в настоящую территорию России зашли, а не в наш Крым, да? И, как видите, никакого ядерного оружия, ни одного разговора об этом. Все, опять-таки, разбежались, но только в политическом смысле. Вот две недели никого нет. Сегодня Медведев опубликовал первый пост за две недели. Он долго молчал, на это обратили внимание. Он написал первое что-то, потом сам испугался, понял, что нет, приказано молчать. И сейчас второй пост. Ну тоже о чем? Что мы не будем вести переговоры. Он не написал, что надо применить ядерное оружие, а раньше как громко кричал, да? Не написал, что там делать, ничего. Только что, мол, переговоров не будем вести. То же самое Лавров сказал только, что переговоров не будем вести. И только, как сказал, это Путин мне сказал, что мы не будем вести. То есть вот он не от себя, не от МИДа, а только от имени Путина. То есть у МИДа нет позиции по этому вопросу. Ну, Пескова нет, как мы знаем, уже больше двух недель. Он в отпуске до сих пор. Он, кстати, давно в отпуске уже. Конечно, Песков в отпуске. Путин занимается другими делами. Белоусов про Курскую область ни разу ничего не сказал. Министр обороны, между прочим, Российской Федерации. То есть просто никому нет до этого дела. Это важно для западников, очень важно. Вот это теперь означает, что... Но если Украина стерла главную красную линию, просто порвала в легкую главную красную линию, и Россия не сделала ничего, это означает, что у нее ничего нет. Пора уже западникам поверить, что в России просто нет ни потенциала, ни чего, чтобы отвечать на такие вещи. Это важно. И вот дальше остается один вопрос, который секретный, тайный для нас. Но, мне кажется, тут есть какая-то интрига. Это, а что, собственно говоря, думают и говорят элиты? Видишь, у них элиты. Они существуют. Это пока тайно. Пока это можно только подслушить где-то. Там вот Дерипаска что-то высказался, да, якобы вроде как. Я думаю, кстати, что причина такого странного выступления Лаврова, что он не сказал, мы Россия, мы требуем там чего-то, да, или там, мы Россия, мы отказываемся. Он сказал, вот Путин сказал, что мы не будем вести переговоры. Я думаю, тут в чем дело? Хозяин Лаврова, как мы знаем, Дерипаска, он платит зарплату, и получается Дерипаска как-то за мирные переговоры, а Путин против. Поэтому Лавров был вылажен сказать, что это не я, это, мол, там, Путин говорит. Я тут вообще, я-то за мир, как имелось в виду, молча. Но вот интересно, что выглядит это так мне. Это сейчас догадка, вот прямо догадка. Вот все заявления, которые вообще хоть кем-то сделаны, если не брать Аллаудинова, это отдельный персонаж, да, он про войну говорит, все остальные политические заявления, только одни прозвучали, что мы не будем вести переговоры. Это сказал Путин, это сказал Лавров, это сказал Медведев всего. То есть все, что они за 16 дней атаки на Курскую область смогли сказать, что не будет переговоров. И у меня вопрос, ну такой риторический, а к кому они обращаются с этим месседжем? Вот три разных высших человека в России, да, Путин, Медведев, Лавров, к кому могут обращаться? К Западу? Ну вряд ли, потому что как бы им никто ничего особо там и не предлагал, собственно. К Украине? Мы им не предлагали переговоры, это они настаивали. И я понял, это они к своим, причем не к народу, на который им наплевать. Это их внутренняя разборка и состоит сейчас. Я думаю почему-то, что сейчас внутри элит возникл запрос на срочно заканчивать войну. Ну потому что вдруг война вот переросла в такое. Элиты этого вообще не хотят, ну им зачем это все? Вот они все точно сейчас теряют. И они поняли, что их шеф все прощелкнул клювом. Да, и типа, пусть он уже законит. Они не готовы его свергать, наверное, но они от него, теперь у них есть запрос. Заканчивай. Ну ты не смог победить, не смог. Ты не смог тогда, первый раз. Мы тебе дали второй шанс, когда, ну значит, напрячься, собрать кучу бабла, весь бюджет потратить на войну, и ты снова не смог. Стало хуже, а не лучше. Ты говорил, что в этом году ты решишь победой. Ты пока проигрываешь. Давай заканчивай, говорят ему все. И вот эта партия войны, судя по всему, состоящая из Путина, Медведева, это то, что мы видим, да, пытается остальным сказать нет, нет, ничего не будет. Вот. Но как-то никто не подхватывает особые месседжи, как мне кажется. Здесь интересно, вот Абазгалямов, который был у нас в эфире, обратил внимание на речи Лукашенко. Он говорит, Лукашенко же на самом деле говорит не от себя. Он ретранслирует то, что хочет сказать Путин, но не может в силу того, что ну как же он скажет. А Лукашенко говорит, ребята, давайте мириться, русские, белорусы, украинцы, мы зачем воюем, это все Запад и так далее. И это послание со стороны Путина, мол, давайте начинать переговоры, не согласен с этой интерпретацией? Что Лукашенко как Песков в данной ситуации? Нет, я уверен, что Лукашенко как Песков, тут я согласен. Но в чем смысл этих посланий, вот тут я сказать не могу. Они ведь такие противоположные достаточно, да. Он там и войска направляет. И что-то там типа, ну то, что точно было месседжем Путина в устах Лукашенко, я услышал. Это конкретные фразы про ядерное оружие. Это прям очень четко. Потому что он сказал, что ядерное оружие мы применять не можем, потому что украинцы будут очень рады, если против них применят ядерное оружие. И это ответ Путина на вопрос к Путину, а почему ты не применяешь ядерное оружие, и почему ты вообще ничего с этим не делаешь. То есть вместо Путина ответил Лукашенко. Вот это была как бы часть главная, мне кажется, главный номер этого спектакля. Все остальные его заявления про мир, но он их уже много раз делал. Поэтому, мне кажется, главной его была вот эта его задача, чтобы вместо Путина ответить на вопрос, на который Путин не решился ответить, почему он не применяет ядерное оружие. можно сказать, какую-то такую сказку. А послание о мире от Лукашенко, ну, кого оно может заинтересовать? Украинцев точно нет. Никакого интереса к словам. Я имею в виду официальную власть, естественно. Праздный интерес зрителей, конечно, есть, но официальной власти неинтересно, что говорит Лукашенко. А западникам тоже неинтересно, мне кажется, что говорит Лукашенко. Они понимают, что это все... За это некому потом отвечать будет. Ну, Запад еще осторожен в отношении Курской операции. Потому что мы видели, МИД Дани выступил с заявлением, что да, Дани разрешает использование предоставленного Украине оружия. Но далеко не все страны еще на это решились. Вот какой там процесс? Где там подводные камни до сих пор? Ну, к сожалению, как всегда в одном человеке. Я думаю, просто лично в Байдене. Почему как всегда? Так что мы уже наблюдали такую же историю с танками, с самолетами, с разрешением бить, в принципе, по территории России из артиллерии и хаймарсов. Ведь всегда все упиралось в Байдена. Там британцы что-нибудь разрешали, давали танки, например, челленджеры. Кстати, в этот раз не только датчане разрешили. Британцы разрешили использовать все, что они могут разрешить. Челленджеры, они вслух сказали, что можно. Беспилотники, они вслух, причем премьер-министр написал статью на эту тему. Единственное, что они не могут в одно лицо, это Storm Shadow ракеты. Они не могут их разрешить, потому что это совместное производство с французами и американцами. То есть тут нужно тройное разрешение. Ну, я думаю, что это чисто лично Байден. Вот один человек, который либо так решает, либо так. Сказать, что его заставит, как я уже изучил Байдена, к сожалению, за эти два с половиной года. Никогда раньше не интересовался Байденом, честно вам скажу. За два с половиной года я изучил его уже как раньше Путина. И он последовательный. Когда на него оказывается слишком большое давление, то есть когда уже многие что-то решают, большое давление, то он и следует за мнением, ну скажем так, прессы и каких-то, не знаю, влиятельных людей в Америке. Вот так. Он прям много раз это показывает. Вот когда я увижу это в прессе, что нужно разрешить, а я думаю, что это скоро увижу, вот тогда последует и решение Байдена. Да и вообще, как дебельский аккорд перед уходом, он сейчас, я думаю, сомневается в чем. Вот у него до конца не каденция, извините, до выборов. До выборов осталось-то вообще, да, два с половиной месяца. Прям совсем немного. И ему нужно либо идти на выборы с миром Украины, либо с победными действиями. И он пока еще не определился. Если идти с миром, то не надо разрешать бить по России. Если идти с некими победами текущими, то надо разрешать бить. В этом же вопрос. А Путину нужен козел отпущения в этой истории? То есть нужен кто-то, кого он ритуально накажет за то, что происходит в Курской области? Ну, как выяснилось, вроде бы нет. Как выяснилось, я говорю, почему. Потому что столько уже было всего на этой войне, что казалось прям катастрофой для Путина. Я вот помню, как вначале говорили, все, вот там, провал под Киевом, все, Путину не удерживается. Удержался легко. Провал в Харьковской области, казалось, все говорили, ну все. Потом я помню, как говорили, вот когда в Херсон зайдут украинские войска, это будет последний день Путина. Это говорили прям очень многие, многие обозреватели. Оказалось, вообще ничего не дрогнуло, никого не понадобилось никем назначать, никаким козлом отпущения, никто ни за что не ответил. Все спокойно. Даже мятеж Пригожина никому не пришлось ни за что отвечать. Ну, казалось бы, да? Росгвардия сбежала, и тем не менее Золотов остается ее командиром. Армия российская сбежала, и Шойгу оставался министром обороны, Герасимов, начальником герстаба. Он никто ни за что не отвечает, и ни с кого не надо спрашивать. Даже кому ты его будешь предъявлять? Вот этим самым несуществующему электорату, ну мы как видим, он молчит. Народ безмолвствует. Элите, а это не поверят. В смысле, элита знает, кто виноват. Элита знает, что Путин главный виновный, она-то как бы не сомневается. Поэтому ее развести тем, что вот смотрите, Герасимов уволил, ну как бы не прокатил. И видите, ну ни один человек пока не поплатился ничем у Путина. Ни один и ничем. А Аптия Лаудинова они специально раскручивают, или он просто на этой теме поймал ее как волну на серфе и пытается? То есть он становится узнаваемой публичной фигурой. Вот что с ним происходит? Я думаю, цель немножко в другом. Не в том, чтобы сделать Аптия Лаудинова узнаваемой публичной фигурой. Мне кажется, это очень такая красивая, я бы сказал, спецоперация информационная Кадырова и его штаба. Потому что он взял и забрал на себя ответственность за военные действия в Курской области. Публичной. И получается, что Кадыров важнее, чем Министерство оборота. Потому что понятно, что раз Аптия Лаудинов говорит, то ему приказал это делать Кадыров. Он же не сам такое на себя. Перетянул одеяло. Сначала это могло оказаться ситуативно, случайно. Могло. Ну, один раз, второй. Но дальше они увидели, я считаю так, вот они же совещаются с Кадыровым по этому вопросу. Они очень близкие соратники. И они увидели, что Минобороны не готовы, чтобы от них кто-то постоянно говорил. Давайте займем эту нишу. Ну, давайте. Мы от этого проиграем? Не проиграем. Мы от этого выиграем? Выиграем. И они решили выигрывать. И смотрите, уже Аптия Лаудинов говорит же не только про Курскую область. Он уже в интервью к китайскому телевидению говорит о том, что все, СВО закончится через два-три месяца. То есть, получается, он руководит тем, когда закончится СВО. Это такой перехват инициативы во всероссийском масштабе. Мне кажется, что Кадыров увидел, насколько слаба центральная власть сейчас. И пытается забирать какие-то... Я просто не знаю, что он пытается забирать. Всю ли власть? Всю ли Россию? Или там... Я не знаю, какие его... Какие его цели во всем этом? Но он точно может сейчас получить очень много из этого всего. Зачем Путин поехал в Грозный? Зачем Путин поехал в Грозный? Это мой следующий вопрос. Зачем Путин поехал в Грозный? Ну, такое первое, что напрашивается... Первое. Необязательноственно правильное. Это просить Кадырова взять на себя не только информационную ответственность за то, что происходит в Курской области, но и военную. Почему Кадыров вдруг вчера сказал, что у меня есть там десятки тысяч резервистов, так как их, которых можно отправлять куда-нибудь, куда угодно, они все готовы. Он мог поехать к Кадырову и попросить, что, уважаемые, вот, может быть, вы сможете спасти нас в Курской области своими войсками. А Кадыров теперь будет думать, советоваться и так далее. Я думаю, что для начала вот так. Не факт, что это так. Для меня не факт, что это точно главная цель. Но я думаю, что это тоже являлось предметом важных разговоров. У него сейчас... Ну, Путин же на всех фронтах дыры. Мы же это видим. Ему надо заодно и Чечню как-то успокоить. Мало ли что там сейчас будет. Все-таки у всех проблемы. Всем тяжело. То есть получается, что рано Кадырова списывали со счетов там по состоянию здоровья, еще что-то. Он наращивает свое влияние, свой потенциал? Во-первых, ну, мы видим просто потому, как он выглядит, что тогда он выглядел плохо, сейчас он выглядит более-менее нормально. Себе вполне. То есть вылечился. Ну, я не знаю, вылечился, не вылечился, но точно, что он не выглядит умирающим человеком. Это раз. Второе. У Кадыров это же не лично одно лицо, один человек. Это кланы, там. Не знаю, как у них все это построено. То есть это Чечня, да? Чечня — это сильнейший регион Российской Федерации, который получает больше всего денег из федерального бюджета, которым выплачивается дань огромная из Москвы, которого все боятся. Ну, все же боятся Кадырова. Все боятся Кадырова в России. Все боятся Чеченцев в России. Все боятся Чеченцев в России. Вон как. А Лаудинов первым, первые, кем он стал командовать, это военкоры. Он же прямо отдал приказ военкоры, и они все заткнулись. Все, которые в первые дни кричали, какая катастрофа. Просто все заткнулись. А Лаудинов приказал, все заткнулись. А теперь он приказал родителям срочников. И сейчас мы посмотрим на эффект. Да, он сказал, заткнулся всем, всем срочников сюда, ко мне. Вот, видите, то есть они командуют уже и военкорами, они командуют уже и народом, прямо российским народом. Действительно, Чечня самая весомая. Самая большая власть в России. Правда? А фактор срочников, какую роль он может сыграть и может ли сыграть в этой истории? Ну, конечно, срочники отличаются от контрактников просто своим социальным статусом. Потому что у контрактников никого на свободе нет. Вот если они в армии, эти контрактники, они туда пошли точно от плохой жизни, а не от хорошей. В основном алкаши, наркоманы, бомжи, которых в России, собственно, большее часть населения. И они, за них никто снаружи вступиться не может. Потому что понятно, что даже если у нее есть жена, она такая же, как бы деклассированный такой же элемент, как сам этот контрактник. Мы уже видели, почему я это говорю, потому что мы их видим на допросах всех этих контрактников, офицеров российских, вот этих всех людей. А срочников мы тоже видим на допросах. И это вменяемые, нормальные, обычные люди, которых забрали на год службы, и они там решили не отмазываться или не откупаться. Значит, у них, возможно, есть родители, которые каждый в своем городе или в своем чем-то имеют какое-то влияние. То есть это тоже мог быть вполне себе... Понятно, что не сыновья генералов служат ни в коем случае, не сыновья мэров, но сыновья приличных, скажем так, людей, обычных приличных людей. И их много в штуках, если посчитать. И вот этих приличных людей задели вот так лично. И сейчас будут убивать их детей. Поэтому это действительно фактор. Все-таки Путин опирался на плебс. Этому плебсу он раздавал деньги бесплатные, чтобы плебс шел на войну. А на приличных людей он никогда не пытался опираться. И сейчас они как бы вряд ли довольны тем, что происходит. Ему придется, например, их сожрать, начинать или еще что-то делать. Причем это были же не оппозиция какая-то, эти люди. Они же не протестовали против Путина, иначе бы они уже в тюрьмесе. Вопрос, зачем Путин ездил в Азербайджан к Алиеву? То есть есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, простого нет, конечно. Мне кажется, понятно, что некоторые рассказывают, что это потому, что он там левым образом торгует через Азербайджан газом и нефтью. Что даже если правда, то вряд ли сейчас тот самый момент, когда надо о чем-то передоговариваться или срочно лично Путина вмешательствовать, чтобы такое решать. Я так как-то не думаю. Поэтому даже мне прям трудно представить себе конкретные вещи. Мне вообще показалось, что как и в прошлый раз, когда это был прошлый случай, то что тогда случилось? А, тогда он поменял руководство военного Путина. И тоже сбежал из Москвы на всякий случай. Он уехал сначала в Минск, потом в Ташкент, там какое-то время отсиживался просто. Пока разбирались там в Москве, пока сажали этих генералов, пока было непонятно, кто победит, он переехал на всякий случай. Вот мне кажется, что Азербайджан и Чечня это такие места, где он наиболее защищенно себя чувствует. Ну, более уверенно, чем в Тульской области. То есть, так как я думаю, что там, безусловно, есть оппозиция к Путину, внутренняя, то он опасается за свою жизнь. И поехать в Азербайджан это нормально, потому что поехать там в, условно, Беларусь, в данной ситуации, когда ты боишься внутренней оппозиции, ну, такое. А поехать в Азербайджан это не дружественная страна, это страна, защищенная Турцией, страна, фактически, такая чуть-чуть защищенная НАТО в каком-то смысле. Поэтому он там себя чувствует уверенно. Туда не доберется ФСБ, вот, на Азербайджан. Но для чего Азербайджан решил подать заявку на вступление в БРИКС? Это же проект, в котором Россия достаточно серьезно роль играет. Это, кстати, большое заблуждение насчет роли России в БРИКС. Тоже многие говорят, вот, лидирующий там роль играет Россия. Почему? Нет вообще. БРИКС это инвестиционный союз. Он не экономический и не военный. Там очень четко, я залезал во всех там какие-то учредительные документы, это союз взаимных инвестиций в БРИКС. И когда мы говорим про взаимные инвестиции, то если посчитать, сколько инвестиций делает, например, Китай и сколько Россия, то мы увидим там разницу в десятки раз. Я, кстати, посчитал, я помню, знаете, доля ВВП России в ВВП БРИКСа. Я вот такое как-то посчитал. Сейчас точно уже не вспомню, там, по-моему, 4% получилось. То есть доля России в БРИКСе это 4%. Поэтому, как бы, Россия там не канает. Ну, Бразилия же больше, чем Россия, как понятно. Китай вообще там на порядок больше, чем Россия. Индия больше, чем Россия. Вот. Поэтому роль России там очень мала. Россия, грубо говоря, там проводит у себя форумы. Да. Ну, они все по очереди проводили у себя форумы. Сейчас туда вступили все, кому не лень. Туда же вступило уже 20 стран, подал заявки разные. Аргентина в последний момент отозвала, их там поучиться принимают. Они решили сколотить такой широкий, широкую коалицию. Конечно, это возглавляет Китай и Россия. Конечно, это все интересы, вопрос китайцам. А с Китаем там, я думаю, что Азербайджан вступил в БРИКС по просьбе китайских товарищей. А с Китаем ему есть о чем договариваться. Потому что там очень сложная история про Иран, как вы знаете, враг Азербайджана. И Иран в то же время под протекторатом неким китайцам. Поэтому я думаю, что вот это все сложные игры у них там региональные. Это никак не связано с Российской Федерацией, мне кажется. Время Телеграма. Расскажите, что вы у нас заметили и почему на нас стоит подписаться, если стоит. Стоит подписаться на Телеграм-канал Грэма, ну, например, потому что благодаря ему я не пропустил такую замечательную штуковину. У вас было это как ваше интервью с Невзоровым. Мы еще отдельно его выложим. Вчера у нас стрим был. А, сегодня мы это выложим отдельно. И я так понимаю, что это впервые. Нет у вас на канале? Да, да, Невзоров к нам пришел впервые. Да, к вам впервые пришел Невзоров. Я был в шоке, я был приятно удивлен. Это, по-моему, единственное, что я посмотрел на этой неделе вообще у вас. Вот интервью с Невзоровым. Так бы я пропустить мог, а так не пропустил. И я о нем, вот я, о человеке, за которым я наблюдаю уже 35 лет, я про Невзоровый сейчас, про вас. Я о нем смог узнать новое, потому что вы смогли меня спросить о том, чем никто не спрашивал. Это что, кстати? Для меня абсолютно нет. Ну, там было несколько новых вопросов, конечно. Один меня так, как скажем, в одном... Я просто порадовался, насколько это... Когда вы спросили, вот это событие, что вас там, вас стреляли, покуртение повлияло, изменило вас. Я говорю, да нет, события меня не меняют. И я подумал, да, у меня точно тоже самое. Какие события со мной происходящие, меня никак не меняют, никак на меня не влияют. Мне было приятно услышать в этом смысле единомышленника, датчика, который описывал, почему на него не влияют именно события. Ну, события и события. Его потом-то когда-то осознает, когда он уход. А вот то, что я про него новое узнал именно про него, это то, что он плачет. Невзоров плачет. Это же прямо... Помните, был такой фильм и книга, когда Нитши плакал? Да, да. Это Ирвин Ялом написал. Ирвин Ялом, да, книга по книге Эггенте Ялома, да. И Невзоров, он же как Нитши в каком-то смысле, сверхчеловек. И он плачет, как выяснилось. И он готов в этом признаваться. По-моему, это очень круто. Это очень круто, что он в этом признался. Ну, отношение к Невзорову, потому что мы видим по комментариям, там Невзоров, бэкграунд. И действительно, его путь, он в общем, там дорога не из желтого кирпича, скажем так, используя метафору. У него такие пересечения, переключения, переобувания. То есть там все, да, вот если почитать свою биографию. И это ему тоже предъявляют. Вот как вы, вот насколько прошлое определяет настоящее? И для вас вот важны какие-то такие моменты? Ну, во-первых, вот единственное слово неприменимое, это Невзоров, это переобувание. Согласен, может быть, я использовал его. Понимаете, да, почему? Потому что он действительно все это менял, свои взгляды, потому что он так хотел и мог себе это позволить. Как он сказал, я же, говорит, никого спрашивать не буду, какие у меня будут взгляды. Хочу вот так. Сейчас у меня с ними хорошо, я буду с ними. Сейчас мне это интересно, я буду это. Это очень крутая позиция, на самом деле. Я прямо обзавидовался. Я обзавидовался тому, что человек говорит, я негодяй, да. Я не могу быть негодяем уже, потому что это занято эта позиция, поэтому я вынужден быть нарциссом. Мне, может, тоже хотелось бы негодяем, но не могу, уже Невзоров негодяй. А насчет того, что прошлое там на что-то влияет, ну, я склонен абсолютно принимать любые изменения в людях, если человек изменил там свои взгляды, свою позицию. Вот сейчас мы с Невзоров совпадаем, да, полностью. В 1988, 89 году, 89, мы с ним полностью совпадали. А в 1991 мы с ним абсолютно не совпадали. Мы были прямо с противоположной стороны баррикад. Он был в Вильнюсе на стороне советских войск, а я был в Вильнюсе на стороне Саудиса. Вот прям физически в этот день в Вильнюсе. Физически. То есть мы с ним были по одну сторону и по разные, а сейчас снова по одну. Может ли оказаться, что мы с ним будем по-разному? Конечно, можно. Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Почему нет? Он же может снова поменять свое взгляды, мнения, интересы, может. Поэтому надо сейчас, кроме там близких родственников, кстати, о чем говорит и не взор, кроме близких родственников и там, не знаю, друзей детства, которые навсегда остаются действительно с нами. Все остальные на время. Вот все остальные на время. А на всю жизнь только близкие родственники и друзья детства. Поэтому это нормально, что сейчас мне по дороге с этим человеком, а потом мне будет по дороге совершенно с другими людьми. А белое пальто? Ну, понятно, что это такой стереотипный образ. Вам не приходилось с ними сталкиваться? Такое, когда человек определяет себя неким моральным ориентиром для всех остальных? Себя? Ну, скорее, эти люди, которых называют белое пальто, это те, кто позволяет себе в принципе нарисовать некий там четкий там список и требовать от всех вот щепетильности, да, некой щепетильности. Вот. Ну, наверное, с людьми, которые требуют от других щепетильности, я бы не смог. Не то чтобы быть, ну, в качестве попутчиков то можно, но это точно для меня чужие люди, просто чужие. Потому что я нет. Я не в белом пальто вот вообще. Совершенно. Мне это не близко. Ну, знаете, вот прям, вот я вам приведу пример с последнего своего стрима, где я прям бился. Возможно, вы знаете такого украинского журналиста Василия Голованова. Слышали? Да, слышал. Ну, я не знаком лично, но слышал, да. Вот я ему раз в неделю даю интервью. С самого начала практически по проекту. Он в Киеве находится. Все это время в Киеве. И мне буквально каждый стрим кто-нибудь говорит, как вы можете давать интервью Василию Голованову. Причем причины, значит, раньше была причина то, что он раньше работал на канале, который принадлежал Медведчуку. Вот это причина, да. То есть как бы, ну, хорошо. Канал принадлежал. Здесь все новостные каналы в какой-то момент принадлежали Медведчуку. Вот прям буквально все. Мало того, и Василий Голованов устроился на канал к Медведчуку, а Медведчук купил канал, на котором работал Василий Голованов. И что в этот момент? Василий Голованов должен сказать так, так, Медведчук враг, я ухожу. Медведчук в этот момент был депутат Верховной Рады. То есть он же не преступник в тюрьме сидящий, а депутат вот что. А теперь принимают другую претензию. Как вы можете давать интервью Василию Голованову? Ведь он берет интервью у Арестовича. Как же вы можете давать интервью Голованову? Я говорю, ну, понимаете, у Арестовича другая позиция, чем у меня. Прям во многих вещах противоположная. Но у нас демократия, у нас как бы Арестович гражданин Украины, он имеет свое мнение. Он же не военнослужащий армии РФ, правильно? И вот это называется, по-моему, такое, как только ты надеваешь белое пальто, то тебе еще проявляется куча производных, да, каких-то. И тогда нельзя с этим, потому что он с этим, а тот с тем. Это все какая-то, не знаю, все в пользу бедных. Ну, я так называю, да, в пользу бедных. У нас есть звонок, да, подсказывают мне режиссеры или нет звонка у нас? Есть, да. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Добрый день, Вадим, я уже звонил Евгений. Да, можете еще раз перезвонить? У нас... Алло. Да. Так, перезарядит наш режиссер телефон, потому что там сбой какой-то. Перезвоните, пожалуйста, буквально через 5 минут. И мы выслушаем нашего зрителя. Тут как раз вы сказали, что я-то нарцисс. Это такое признание. А определяете других нарциссов? То есть, вот можете сказать, о, это свой в этом смысле. Там Арестович, Невзоров, это ваши в этом плане или нет? Невзоров не нарцисс. Он негодяй. Он же овесит. Но негодяй тоже может быть нарциссом. Мне кажется, одно другого не мешает. Но он точно не нарцисс, он сам себя так не определял. А мы, нарциссы, никогда не вступаем в коалицию. Это проблема. Вот, например, нарциссу нельзя жениться на нарцисске, да, потому что это будет проблема. Два нарцисса в доме не уживутся. Любоваться-то можно только собой, да? А тут как бы... Конечно. И на зеркало не поместиться. Вот это описано, кстати, классический этот пример в одном из романов про Фондорина. Возможно, вы помните, «Весь мир театр», по-моему, или так вот, там был роман, где уже поздний очень Фондорин, и он женится на актрисе, на звезде такой, актрисе театральной. Когда он уже в таком возрасте, что он собирался уже на пенсию уходить, и вдруг он влюбляется вот в нее. Но они очень быстро разводятся уже. В следующем романе они развелись, потому что они оба нарциссы. Фондорина нарциссы, это... Но актрисы, естественно, все нарцисски тут никуда не везут. Ну, не все, но, скажем так, это чуть более высокий процент, говорят. Крутые актрисы, которые... То есть, там прима была, театр, поэтому она не может быть не нарциссом. Вот. Поэтому определяю ли я других нарциссов? Нет, я их, наоборот, не вижу. Как это понимаете? Ну да, я их, наоборот, не вижу. У нас есть звонок. Да, попробуем еще раз принять его. Здравствуйте, как вы зовут? Откуда вы? Алло, слушаем вас. Да, ну, видимо, сорвался звонок. Еще раз попробуйте, попробуйте назвать. Я воспользуюсь моментом и приглашу вас подписаться на наш Телеграм и, конечно, на YouTube. Михаил, цель следующая какая? 500 тысяч есть, полмиллиона преодолели. Ну, теперь для красоты промежуточный финиш будет 5-5-5-5-5-5-5, в смысле 555 тысяч, 555. Это будет красиво. Следующая красивая цифра, я же математик, люблю такое. А как ваше устройство с Шейтельмановитом? Как он там? Вот, 503, 503 тысячи. то есть уже с запасом получается, уже 500 запасов. Ну, так уже прошло с той даты-то. Дата была, дедлайн был в понедельник, потому что в понедельник продолжаю работать, ежедневные выпуски это выходит, людей прибавили. Кстати, я заметил, вот интересно вам будет, возможно, ну, не знаю, как интересно зрителям, но вам точно. Я, когда уговаривал людей подписаться на свой канал, когда шел к полмиллиона, я дал такой зарок, что я, если вот люди соберут 500 тысяч, я после этого два дня не буду ни разу просить подписки и лайки. Два дня. И в воскресенье и в понедельник, воскресенье на бэлстрим, в понедельник, значит, реван за сегодня, я ни разу не просил о подписках и лайках. И что бы вы думали, вот когда не просишь о подписках? Около нуля людей подписалось, реально. То есть это вот прям, я убедился, насколько это работает. Не просишь, не подписываешь. Прямо железно. Там, если как-то просишь в день там подписывается почти тысяча, не просишь за день 100 человек. Вот, вот и говорят, а что вы так часто просите о подписке? А потому что без этого никто не подписывается, что бы они. Ну да, это в общем штука, которую важно еще проговорить. Сейчас подпишите. Кстати, мы пользуемся моментом, поскольку Михаил указал на эту ситуацию очень важную. Прямо сейчас можете подписаться и можете лайк поставить, потому что вдруг забыли. Знаете, такое тоже бывает. А сейчас мы напоминаем. Еще одна попытка принять звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло, добрый день, Евгений. Я сегодня вам уже звонил. Хотел бы поблагодарить господина Шейтельмана, вот за его стримы, хочу сказать, смотрю, ну практически все, если не в прямом эфире, то в записи вот подписан на ваш телеграм, на Хрема телеграм подписан, на Фейгина телеграм подписан и на Запорожье. Больше ни на какие телеграм-каналы я не подписан, так что в следующий раз, когда, это к Вадиму сейчас, когда Подоляк будет обвинять меня в московских этих, что я там в их сетях, торчу, скажите ему, что это не так, вот если можно. А вообще, ну, мне нравятся ваши передачи, и Грэм, и Шейтельма, ну, спасибо вам большое за вашу передачу. Спасибо, спасибо. Ну, я как раз сегодня с Михаилом, Михаил Подоляк у нас был, и как раз позвонил наш зритель из Запорожья, он там высказал недовольство работы местных властей, и Михаил ответил ему, ну, так, скажем, строго, строго ответил. И вот как раз, ну, и как часто бывает в такой ситуации, появились люди, которые, да, вот он действительно не наш, и так далее, а это реальный человек из Запорожья, вот реально мы знаем его уже на протяжении достаточно долгого времени, я сказал, что нет, ну, он бот, нет, он не бот, это реальный человек, и он может высказать свое недовольство там какой-то ситуации, там что-то связано с, забыл, как называется этот центр, туда надо ездить, и это далеко, и неудобно, и в общем не успевает принять. Я про то, что ярлыки действительно штука такая, очень опасная, не нужно сразу всех обвинять в каких-то делах, именно потому, что человек, скажем так, идет вне тренда, существующего в медиапространстве. С этим приходится сталкиваться? Очень легко, знаете, во-первых, очень легко приклеивать ярлыки, я вижу, как, к сожалению, прям многие зрители у меня любят приклеивать ярлыки, на кого-нибудь упомянешь, сразу, а он этот, упоминаешь Макса Катца, все, а он же имперец, вот прям все, вот имперец, до свидания. Я все время призываю не создавать себе кумиров, но и не создавать анти, как бы каких-то, анти кумиров, не знаю, есть такое слово, не создавать негодяев из обычных людей, потому что есть тут список негодяев, мы его знаем, мы его знаем, он небольшой, их там, может миллион, два, ну, в смысле, те, кто прямо воюют сейчас, они все негодяи, А Невзоров туда себя вписал, но он другого, другого сорта, он сам назвался негодяем. Он как бы отчасти, да, мы понимаем. Хорошо, не назовем врагов, есть список наших врагов, и вот про врагов мы можем прямо говорить все, что угодно, имеем право уничтожать их словесно, любыми способами, любыми. А есть список людей, которые нам не враги, и вот Макс Касс не является врагом Украины, это точно. Он не является другом, не является друг там какой-то прекрасной Московии будущего, но он точно не враг Украины, это сто процентов. Человек, с которым возможно было бы, если бы он сейчас был кем-то там, вести переговоры, да, он бы тоже отстаивал интересы Московии, а не Украины, безусловно. Но его полезно смотреть не всегда, по многим там, когда он начинает про внутрироссийские темы, например, разговаривать, да мне даже не очень интересно, потому что, ну, мне там, как говорится, не жить. А вот когда он говорит сейчас про наступление в Курске, там столько интересных терминов, столько интересных идей для меня. Он, кстати, я вот могу похвастаться, подхватил мой термин гражданские оккупанты. Я его сам придумал когда-то, что вот есть гражданские оккупанты, что вот люди, которых Россия прислала на наши территории, заселила здесь, там, 600 тысяч гражданских оккупантов в Крыму, плюс сотни тысяч там, уже в Мариуполе, и на юге, и в Донбассе. Это сотни тысяч гражданских оккупантов. Я этот термин употреблял тысячу раз примерно, потому что не знал, как по-другому назвать. Потому что их нет, вот формального термина в Женевской конвенции, про них нет. Они особый класс, но они не выделены в него, как бы и не описаны. Он слышал, слышал слово гражданские оккупанты впервые, и дальше уже понеслось. Ну вот вы нырнули в русский либеральный пузырь уже в завершении нашего включения. Что еще там, кстати, увидели, кроме Макса Кац? Фух, да вы знаете, ну так вот прям чего-то такого суперского. Ну вот знаете, единственное, наверное, я не помню. Помню, я с вами это не обсуждал. Посмотрел интервью интересное у Екатерины Гордеевой с бывшим этим... Вагнеровцем. Да, с бывшим Вагнеровцем. И... у меня снова возник вопрос, а можно ли брать правильно или верно вообще брать таких людей в принципе. Во-первых, я удивился тому, что там прям сочувствие в комментариях. В смысле, да, как жалко этого парня. Россияне пишут в комментариях, как жалко этого парня. Человека, который добровольно абсолютно за деньги стал убийцей, да, абсолютно добровольно. Да, ему там оторвало ногу, ну так слава богу, что ногу жалко, то остальное не оторвало. Он носит награды за отвагу, которую Путин выдал. Вот. Считает, что он защищал родину, почему ей должно быть жалко. И вот что меня смущает во всем этом каждый раз? Я не знаю правильного ответа. То есть после войны, когда все эти люди уже наказаны, отбыли свое наказание, все да, все понятно. Но она же сама, Екатерина Гордеева, говорит, вы же в любой стране мира сейчас считаетесь преступником. Это она говорит. И он как бы это признает. Вот можно ли у преступника, который сейчас в розыске, брать интервью? Вот я не понимаю. Мне кажется, вот где здесь граница журналистской этики, брать у преступника, который точно сейчас в розыске. Он скрывается сейчас от правосудия. Сейчас. Не когда-то скрывался, а сейчас. Вот можно ли давать ему слово такому человеку, который сейчас скрывается от правосудия? Ужасный для меня вопрос. Мне кажется, что это прям, ну, вот тут, это за границей, по-моему, того, что можно делать. Но это всего лишь мое мнение. Спасибо вам. Михаил Шейтельман был с нами на прямой связи. Встретимся в следующую среду. А может быть, чуть раньше посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго. Спасибо. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо.